Так или иначе, пикабаны начинаются через три, два, поехали! А вот и они, вот и они, Ио Ферст Бан, у нас Эмпайр Фейт отправляют. Кстати, Ио это очень классный герой для не супер сыгранной команды, поскольку он сразу позволяет доставить к вам в поле боя двух героев, да, и два героя играют отдельно от команды, три тоже что-то делают. Ну, видишь, да, в этом плане... В этом плане он именно хороший герой для несыгранных парней. Да, ну это просто МБА, в действительности, потому что тебе намного проще по карте перемещаться, да, за счет этого релокейта, и врагу сложнее против тебя играть. Вообще, против Виспа, как мы видим, надо вот на тирадин уровня посмотреть, на мажоре, почти всегда герой в бане, никто не рискует против него играть, потому что понимает, что это сложно, и против Виспа, на самом деле, ну, ты опять должен понимать, чем ты можешь выиграть. Это, знаешь, как вот, как Магнус Антимаг, если ты отдаешь, то ты должен четко понимать, чем ты можешь законтрить, допустим, эту связку. Как тебе идея в том, что вот этого Виспа баланса от баланса, это он все равно с баном не вылазит? Как тебе идея в том, что героя полностью переработать? Ну, что, скажем так, эта механика, она как бы ломает игру немного, и... Ну, я с тобой согласен, не, самая МБА, в моем понимании, еще с новым Виспом, это когда ему добавили талант на пятнадцатом уровне, аганим, да. Как бы вот, если даже хотя бы это как-то убрать, сделать позже, на двадцатом, там, это, то есть, вот элементарно какие-то вот такие моменты пофиксить, ослабить, то есть... Но еще сила героя, конечно, в лайнинге, то, что он просто вот берет там Солринг либо Боттл, то, что у тебя бесконечные ресурсы, и он сам по себе очень сильный уже на третьем левеле, вторые Виспы в два, он очень много дэмэджа вносит. Потому что ты его убил, он прилетел, выхилил полностью, и опять начинает его новые убивать там три героя на фото. То есть, тут надо подумать, ну, талант точно я бы поменял, потому что вот на пятнадцатом это слишком сильно, и достаточно легко взять пятнадцатый уровень на Виспе, постоянно с Кэрри бегаешь, ты почти такой журень, как он. Очень странно, герои банят гиппоманьяки, ну, то есть, просто средних, скажем так, средних, средних, средних тимфайд героев банят, тимфайр банят имбу, а эти банят просто... Кстати, странно... Ну, ничего необычного, можно вообще, знаешь, если хочешь рулетку сыграть, можешь вообще ничего не банить. Как тебе вообще тот момент, что Эмпайр имеет фп, банят героев на фп? То есть, соответственно, они сами с Магнусом не играют, с Виспом они тоже не играют, либо они Магнуса как фп не рейтят. То есть, в моем понимании, это уже не совсем правильно, это против них должны этих героев банить. Возможно, они не понимают или там не знают, ну, все мало кто знает, как работают эти герои друг против друга, и они видят, что враг как бы убирает какого-то лича, сын Кинга и так далее, и... Они просто хотят исключить этих героев из фпула, они хотят, в принципе, чтобы эти герои находились в игре. Да, еще тусика подбанили. Но, судя по всему, они сами с ними не играют, это я вижу логику в этом. Это не обязательно, но может быть. Команда, которая играет с Виспом, имея фп, никогда не будет банить Виспа. Это простая логика. Так, я уже говорил, что я хочу на этот раз пик увидеть. Я хочу видеть Пугну и Тиррор Блейда. Но фп биск, это дефолтно, а против Виста, что можно сейчас взять? Не факт, что это, кстати, хороший пик. Хороший? Не факт, что хороший. Не факт, что хорошо пикнуть Пугну и Тиррор Блейда, но мне было бы интересно видеть вот эту игру. А, ты в целом для одной из команд имеешь в виду? Да, против Виста, потому что, допустим, Тиррор Блейд и герой против Вистмастера выглядят плохо, потому что залетает апсид. Тиррор Блейд неплох, но Пугна мне против Виста не очень нравится. А ты берёшь не против Виста, ты берёшь для того, чтобы не взяли ОД. На самом деле мне сейчас нравится... Тут, короче, next level, на next level. Ну, если так, вообще мне нравится котёл какой-то против Виста, кстати, тоже по-своему неприятный со своими миссами. В целом, что могут пикнуть сейчас? Ну, это герой против Виста, это Вичдоктор Оракл, если как бы за него заман... Ну, то есть, либо комбинация, либо герой против Виста и Керри. А о чём Оракл против Виста? Так силён, что ты его называешь. Оракл? Да, дазл. Просто буст. Ну, дазл сильный метовый, который на низкой позиции. Он просто этим рор снимает. Ну, вот по поводу рора, да, логику могу понять. И Кабанова лупасит нормально, знаешь, сколько за Кабанова? Вначале он их нормально... А за них по 60 эксплывали. Вначале у них неплохо лупасит. Но, в целом, по игре на Бистмастере тебе птичка как раз даёт возможность где-то в драке этого Оракла увидеть и соинциировать в Оракла, убить его первым. Ну, ты же не играешь без Блинка сейчас на Бистмастере, правильно? Да, я с Блинком играю всегда. Ну, а когда он появляется после Влада, Мираж... Да, обычно тайминги 18-е, тире 22-е. Но все равно это уже неплохой саппорт, который заставляет тебя ультонуть в него и потерять позицию. Тебе же надо глубоко зайти все-таки за ним. Это уже... Ну, Прист хороший, мне нравится тоже Прист. Да, это сильный метр-герой и как раз можно пикнуть по типу даже какого-то оффлайнера сейчас взять, типа Брю или Стартара или Акс, классно. Мне сейчас нравился Прист Трилл Блейд, это, короче, классная просто дабла, и это была бы комбинация офигенная, ну, вообще по игре, то есть Трилл Блейд, который сможет свапнуться. Но его бы прямо сейчас могли уже понять, что ТБ чем-то закрыть, там, элементарно каким-то ПЛом, допустим, уже был бы хороший. Ну, АТБ, он не слабее ПЛа, они на равных, если ТБ не сильнее, а ТБ под Дазлом будет. Ну, а тут под Бистом. Что-что? А тут под Бистом будет ПЛ. Ну, да, но мне кажется, под Греймом свап стопроцентно, это очень весело. Не знаю, мне пик Акса, кстати, нравится, единственный вопрос, как его будут контрпикать, то есть возьмут ли сильного саппорта какого-то Бейна, Андаинга. Но Андаинга против Дазла уже, кстати, будет не очень хорош. Скорб в байне. Ну, да, из того, что остался какой-то Бейн Андаинг на керри против Акса, но лично у меня всегда самый неприятный, это все равно Манки Кинг. Вот он в комбинации с сильным саппортом имеет потенциал просто этого Акса, который нагло за вышкой фармит, подойти, помочь своему суппорту, просто не то, что выгнать, а убить этого Акса. А ты разок там где-то Акса убьешь, он уже второй раз против тебя побоится пойти за тавр. Я бы не побоялся. Значит, еще раз то же самое сделают. Второй раз уже побоится. С ресурса уже не должно хватить. МК в этом плане, он писящий, то что он еще супермобильный. Ну да, ты же видишь. Очень сильно думают коллективы над каждым пиком, прямо аж дополнительное время, чуть ли не по минуте остается, тут уже 50 секунд. Ну да, сейчас мы поглянем, что они возьмут. Винга. То есть решили пойти по стопам. По аурным. По аурным. Ну, да. Честно, это очень сильно. В том плане, вот такая связка героев, чем мне по-своему импонирует. Ты можешь даже где-то немного проигрывать. Но вот один какой-то более-менее удачный мув, это типа супер жестко, потому что ты сразу столько обжектов забрать можешь. Ты можешь и Тауэр, и Рошана, и все как бы просто падает, как я не знаю. В чем еще класс, скажем так, этой, ну, Тирбейда банят, о котором я говорил. В чем еще класс этой комбинации, непонятно сейчас, куда пойдет винга, куда пойдет бестмастер. Можно ротировать бестмастера, зафлексить на 3-4-5. И вингу зафлексить на, не так же, там, на 2-3 даже. А, 2-3. Ее в мид можно поставить еще, и на 4 тоже. Ну, на 4 не очень. Мид мало ее так кто юзает, то я видел только... Спириты точно юзали. Пангольеры тоже юзали, там Сейлер на ней в мид ходил. Ну, в целом... Я всегда, когда вижу, знаешь, вот этих двух героев бестмастера вингу, ты знаешь, кого я боюсь больше всего, это дракона. ДК? Да. Вот если он к ним еще третьим заезжает. Тут более неприятные керри герои, типа ТБ, знаешь, и там есть какие-то еще спелл, сларк. Блин, тот же антимаг, ты его на лайне, конечно, загнобишь, но по игре он проблема. Но можно пробовать спушить. Но вообще, вот у Empire пик очень крут, мне еще потенциально нравится им в пик какая-то дровка потом в мид. Мы ее пока еще не видели на турнире, я про нее еще вчера упоминал. Потому что это, типа, слишком сильный такой темповый пик будет. Интересно, кого они забанят. Тогда можно, в принципе, и бестаг на какую-то четверку отправиться, там, добрать что-то. Кстати, бан Пейла, если он сейчас пикается, тоже выглядит нормальным. То есть и бестмастер, и винге тяжело против Пейла драться. Он выпал, знаешь, из меты немного, но он как контрпик, иногда все равно все так же хорош. Но вот пик Ландурит, кстати, мне полностью понятен, потому что тоже Ландурит один из тех героев. Почему-то его мало используют, но против Акса именно он тоже очень хорош на сейф-линии. За счет того, что он, да, стоит где-то как бы фрифармит, его Акс не сильно напрягает. То есть, но потом уже с появлением там пятого левела, он плюс с суппортом каким-то, опять же, очень может мешать. Ну, про Сларка я вспоминал. Ну да, ты обычно за вышка стыж в тот момент, а как пятом уровне у тебя Вангвард. То есть там, потому Ландурит именно по поводу... Ландурит силен против Акса, если он с Тускаром. Если без Тускара, там, он очень не хочет бегать за этим Аксом. Ты прав. Забанили Сларка, у меня какой-то герой в голове крутился, я вот разговаривал, забыл. Которого надо взять. Взять? Для кого? Для Эмпайр? Или для... А, вот сейчас скажу. Ну, для хиппоманьяков на кэре я вижу опцию антимага, либо Белла добрать потом. А, Раста, 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 вот Раста очень хороший. Раста... Раста и Венга бейст. А, типа в таком пеке? Она и Аксу, как бы, лицо может быть. Да, она Аксу может, она очень больно с руки бьет, там 80 демэджа вначале. Ну, и молния там. То есть там, по идее, сейчас должна быть Эмпайр Раста и кто-то еще. Может быть, какой-то дефолтный все-таки Бейн. А здесь понимаешь, что здесь... Прист, им кора надо брать. Ну, сейчас саппорта нужно взять либо пятерку, либо четверку. Не, не понимаю, они, по идее, может быть, еще не решили, куда прист идет. Может быть, это прист медовой вообще. Ну, да, я же все равно, это саппорт, скорее всего, сейчас будет в пике. На кэре для них я вижу опцию пока вот какого-то Пелла антимага условного. То есть сейчас посмотрим, что они возьмут. Ну, очень прям долго думают. Ну, не очень долго. Очень долго, если бы у них там уже там одна секунда осталась до конца, а так еще 45. Ну, от физухи, я не знаю, какую-то Виверну можно пикнуть. О, котел тоже. Вот такой классный. Котел мне нравится. Ну, вот, по сути, одни из таких лучших героев против физики, это, ну, объективно, это Виверна и котел. Котел, типа, очень неприятный со своими блайндами и со своей ультой. О, а как тебе сейчас, смотри, вот справа сейчас Раста зомби заезжает. Раста или зомби? Да, и просто идешь... Ну, против Акса точно что-то такое нужно взять. Бейн мне нравится меньше. То есть вот Раста зомби мне нравится. А потом ты на 10 минуте на 15 как пойдешь. А там кто, Акс не в темп? Вот и Оракл. Оракл. Ну, Оракл взяли, наверное, просто, чтобы... Неплохой выбор, кстати, для того, чтобы сбивать Яд и горелку Акса. Это да. Но сейчас, опять же, возможно, Приса достанет саппорта, Акс пойдет за крипов и кидать эти горелки не будут, и этот герой будет юзалис. Ну, мне интересно, возьмут ли прямо сейчас все-таки какого-то такого кэри. Либо возьмут сейчас мидера на 21-й какого-то универсального типа ОД или вообще МК какого-то. Ну, сейчас Пэлла точно уже больше хочется, Орака тоже очень плохо. Ну, Пэлла можно, единственное, кем могут накрыть Пэлла из такого, это кто у нас есть? Какой-то тоже антимаг. Там уже саппорты видно, что они сильные. Кусик. Ну, взяли все-таки мид, вот такой герой, которого сложно законтрить. Классный выбор, потому что у тебя есть дазл, и что враг не взял и Кускара, потому что у него Оракл. Ну, прямо сейчас, на самом деле, надо пикать, как по мне, она и против Хустика сейчас хороша очень. А чем она хороша? Потому что он сейчас от Мэджик дэмэджа страдает. Страдает, да? Да, да, резист убрали. Ему резист убрали, поэтому его Пугна с Вейлом, на самом деле, может стереть. Потому что у него вообще нету бонус-бонуса. Ну, у него просто реген дается от третьей. Да, у него сейчас третий дает реген. То есть он сейчас стал за счет первого-третьего, у него там на лайне дикий хепереген, он типа против физовиков стал сильней. Но от героя с Magic Damage он реально страдает. Пугна хороша, да. То есть, да, он себя второй может там снять, но типа Силан погнал под любой дизейбл, она его будет взорвать. И она атакса классная тоже подсейвить. Да, атакса крутая. И там, ну, эти кибивальщики там кидаются, да. Но это Тинни. Вообще не по этому эпик Тинни. Ну вот, хоть убей. То есть, в том плане, то, что... Но это Тинни Бесмассер. Может, Вильхиорсил поиграть. Я не понимаю по поводу Тинни, но да ладно. То есть, для меня странно пока. А, давайте подумаем, куда эти герои идут. То есть, непонятно, но надо все равно понять идею. Бесмассер, Вильхиорсил. Ну, Оракл, Суппорт точно. Набор героев, Оракл, Суппорт. Кто тройка, кто четверка, кто мид, непонятно. То есть, у нас по факту уже в пике кто-то идет мид, либо Вильхиорсил, либо Тинни, по логике вещей, правильно? То есть, и тройка у нас, опять же, может быть один из этих героев, типа либо Бист, либо Вильхиорсил, либо Тинни. Что ты делаешь, если заморочиться, можно отправить Винга, Оракл. А, Вингу, Кэрри, да, могут? Да, да, да. Я просто не знаю, как они игру играют. Это ненадежный пик, да. Тогда мид какой-то нужен герой, в общем, который позиции один будет. До конца неясно. То есть, убирает Лину, то есть, полагает то, что врагу нужен мидер. Если врагу нужен мидер, тогда получается Оракл Саппорт, Бистмастеры, Винга. Убрали Лину. Ну, вообще, я не знаю, должны банить, как по мне, от ПЛа должны забанить. Не, получается, что больше кор первой позиции нужен Эмпайр. Это либо кор первой позиции, либо у них, скажем так, улын. Не, да, это понятно. Я, кстати, пока вижу, ну, честно, пик хипромания мне больше нравится. У них, кстати, знаешь, что еще осталось? Пули вот классно им заходит Пашка. Я смотрю против вот этой Винги Биса, мне кажется, она тоже хороша. И под Дазлом, под Котлом. Под Котлом это, реально, тоже прикольная связка, то, что у тебя там два даггера по игре будет. Но мне очень не нравится в том, что если игра как-то затянется и станет вязкой, да, то... Пашку убрали. Мы помним, как играли гипроманьяки. Здесь, как бы, Котел, Прист делать ничего не будут. Это пассивные суппорты или коры. Ну, слушай, всякое бывает. Акс был фармит свой вангвард и этот... Может, они вчера просто неудачно сыграли? Да. Ну, вот, Луна, позиция 1. Так, ну, что-то, как бы, вырисовывается, но... Такой аурный удар вырисовывается. Бисмастер, Винга, Луна. Павел мне нравится. Бисмастер, Винга, Луна. И тут вопрос такой, кто кор, Винга или Тинни? Наверное, все-таки Тинни. То есть, вот эти Винга, Тинни, Бисмастер, они могут зашафлить как угодно. Единственное, что, ну, Бисмастер, он все-таки больше либо тройка, либо четверка. Это зависит, наверное, от пика этих. Вот будет ли ПАЛ, мне интересно, ОД. Так, это Хусик, Сейфлейновый, ОД мид. Интересно. ОД, типа, по игре там в целом тоже. Подожди, а у ОД есть бонус урон против суммонов? Против суммонов, по-моему, убрали, кстати. У меня сейчас просто как пирдэмэдж в АОЕ бьет. Хотя, подожди. По паукам этот... Блин, я вот не помню, на самом деле. Может, там и есть. Я просто не помню. Наверное, нет. Так, а что про лям? Давайте глянуть. Да, и так, по драфтам у нас сейчас, правда, должен год сесть, я так понимаю, на Вингу. Год на Винге? На тройке. Это все-таки... Ой, тройка. Это медовая Винга. Медовая Винга, да, хорошо. Они сделали всех коров аурных, короче, они все герои в аурных сделали корами. То есть они планируют в какой-то момент быстро пройти и продавить. А здесь, мне кажется, гип-маньяки, они по темпу не успеют, учитывая то, что они любят играть вообще в одиночку. И герой, который должен сделать что-то у них в драфте, ну, такого героя просто нет. Да, мне понравился пик Хускара, но пик ОД я не вижу то, что этот ОД им выиграет игру. ОД, да, он очень похож на Хускара, на самом деле. Давайте тогда смотреть, во-первых, коэффициенты и под как раз-таки ваши прогнозы по этим драфтам. Кому можно здесь отдать предпочтение? Ну, я бы отдал этим Эмпайр. Да, коэффициенты тоже, так говорят, на самом деле на Эмпайр ниже. То есть, ну, в целом их драфт выглядит более темповым. Он выглядит, скажем так, понятным. Вот это я часто использую слово. Он выглядит понятным. То есть, собрались, пошли. А в то время, как вас, допустим, будет душить, и вы гипоманьяки, что вы делаете? Скар бьет лес, ОД бьет лес, Акс фармит Вангард. А Прист и Котел — это не те герои, скажем так, которые могут создать какие-то ситуации на карте. Окей, ну что ж, будем наблюдать, друзья. Вы не забывайте, что специально к нашему турниру партнеры из ES.bet подготовили страховку для всех ваших ставок. Ссылка находится под стримом. Регистрируйтесь прямо сейчас. А мы передаем слово Касперу и Фоливеру после коротенького ролика. ES.bet. Твои ставки на киберспорт. Ничего лишнего. Только любимые Дота 2 и КСГО. Отличный выбор событий. Игровая статистика и лайв-трансляции матчей. Самые удобные платежные системы и стильный интерфейс. Для тех, кто всегда на связи, есть мобильное приложение с полноценным функционалом платформы. Регистрируйся прямо сейчас и получай свой бонус на первый депозит. ES.bet. Just bet it. Что ж, спасибо, ребята. Мы вас услышали. Мы оценили коэффициенты. Примерно знаем расположение сил, которое нам сейчас хотя бы было озвучено. Если честно, я тоже примерно доверяю этим цифрам, так как вчера успел посмотреть за Hippo Maniacs. И несмотря на то, что у них были перспективные герои, они чуточку не смогли... Не играют в Доту чуточку. Да, чуточку не хотят, наверное, добиваться успехов. Нет, на самом деле сейчас есть шанс все изменить. Сейчас есть шанс показать, что... То есть вчерашняя игра — это просто первое возможно... Нет, сейчас будет то же самое. Проверяй. Короче, Hippo Maniacs нужно немного подсобраться. Видно, да, что парни пока еще только учатся многим вещам. И по поводу драфтов, например, тоже наши аналитики говорили о том, что у них не так все понятно, не так все гладко, как у тех же Empire Face. Я вот тоже... Первое мое замечание было, когда я только посмотрел первый матч, вот буквально вчера, против уже более-менее годных коллективов. Ребята играют вот как матчмейкинг. Нет ультра вот этой синергии, супервзаимодействия. И самое главное — скорость принятия решений. Это самый важный аспект при прочих равных условиях. При том, что все умеют нажимать кнопки, все умеют играть на своих героях, знают какие-то фишечки, умеют заходить за вышки на аксе. И все в этом духе. Но дальше, да, как только все эти фишечки израсходованы в течение первых пяти минут, начинается какой-то хаос. Да, я вспоминаю за гул. Кэрри команды, который на сварке что-то за вышками побегал немножечко, привлек к себе массу внимания, по итогу умер. Выглядело, правда, странно. Да, согласен, словно играют без коммуникации, играют словно молча. И только в некоторых моментах, когда считают, что вот уже все готовы, могут соизволить собраться вместе и попробовать продемонстрировать зрителям, да, возможно, своему оппоненту, что они вот что-то могут. Ну, возможно, команда еще на этапе становления своего, и все у них там не так уж и плохо, и они не собираются никуда разваливаться, расходиться, разбредаться. Будут, может быть, играть еще вместе, там, набивать руку. Это в целом нормальная тема. Я обычно, знаешь, пытаюсь снисходительно относиться к командам, которые вот только начинают свой путь именно на тир 1, тир 2 сцене такой уверенной. Просто потому, что, да, им есть чему поучиться, нужно получать опыт. Другое дело, когда команда на длительной дистанции не прогрессирует. Вот тогда уже начинает немножко подгорать. Да, и я, в принципе, согласен. Мне нравится, когда команды участвуют на турнирах, им дают возможность себя проявить. И в таких моментах, честно, расстраивает то, что иногда некоторые турниры проходят одновременно, знаешь. Вот командам приходится разрываться между тем, а где же им поучаствовать. Причем бывает такое, что команды на турнирах разные участвуют, и получается, что сыграть с ними — это разный экспиренс абсолютно, который можно получить в таких случаях. Красиво очень, кстати, на экране вот сейчас мы видим, как кто-то заезжает прямо в кадр. Очень миленькая горка. У меня тоже недалеко где-то есть вот такая же горка. Да, буквально вчера, когда я по пути в отель ехал, я видел, как дети прямо на проезжей части просто фактически в машины заезжали. Меня немного это удивило. Странно, что никто за этим не следит. Это кэжуал дети, я тебе так скажу. Нет, ну просто не знаю. Может быть, если таким занимаются часто, можно было бы какие-то ограждения, заборы сделать. Вот почему-то никто об этом не думает. Безопасность мне прежде всего. А пока что-то не случится, никто ни о чем думать и не будет. Забыл, где мы живем, в каком регионе вообще. Солидарен. Все это происходит. Ну что же, снежки поехали у нас тут парни играть. Видимо, что настрой у них неплохой. У него какой-то чит, он как будто с линзой бросает. У него реально огромная дальность. Да, здорово это выглядит. Правда, я помню, что были какие-то, ну не скажем баги, скорее абузы в начале, когда только вот вышел данный ивент, что можно было поставить елку где-то возле Рошпита, что это все потом можно было сдетектить и получить за счет этого полезную информацию. Хорошо, что это очень быстро было изменено. Хотя, в принципе, не знаю, я немного негативно к такому отношусь. Нужно было бы, наверное, все это потестить. И очень хотелось бы говорить, что есть команда каких-то внутренних тестеров, которые все это обкатывают. Есть команда внешних тестеров. Их в районе 10 миллионов в месяц играет. Это, в принципе, все мы, кто заходит в Доту. Зачем нанимать какую-то команду из небольшого количества тестеров, если можно все это запулить на лайв-сервер сразу же, и тебе это обкатают? Да, немножко повозмущаются, создадут пару десятков тем на Реддите, повозмущаются немного в Твиттере, в других социалках. Пойдет. Да, я сам любитель, честно говоря, на Реддите потусоваться, посмотреть, что люди пишут. Как комьюнити англоязычное, которое, в общем-то, там именно воспринимается всерьез всегда. То есть какие-либо замечания сразу у нас, какие-то изменения проходят. Особенно нравится мне вот эта тема literally unplayable, когда какой-то маленький косяк или косяк с описанием, и это выставляют в качестве огромной такой ошибки. Опечатка в одну букву, там, что-то в этом духе. Так, ну что, я не проконтролировал баунтируны, к сожалению. 2 в 2, 2 в 2, да, 2 в 2 поразбирали, в общем-то, без каких-либо неожиданностей. Если только союж там как-то не подтырял, можно это еще жамкнуть так, чтобы мы прям совсем поняли. Да, я так понимаю, что он пытается дождаться курьера и подрезать его. Ну, вообще, с веткой, да, с веткой это вполне себе реальный сценарий. И да, пошло уже у нас стояние на линиях, и, естественно, дазл плюс хусик снизу. Очень мощная такая комбинация, если только не подставляться под кабана и оракл. Оракл хорошая очень дальность атаки, у него очень хороший урон поначалу от заклинаний, мощнейший урон, поэтому нужно быть очень осторожным. Ну, и опять же, извини, что чуть-чуть перебью. По драфту, вот реально все проблемы будут вытекать после лейнинга. Если на лейнинге не получится качественно отстоять у Гиппомейникс, им дальше просто кранты. Согласен полностью. Да, с другой стороны, пик империи, который вот имеет массу аур, каких-то бонусов, бонус-атрибута там от пассивной способности луны, скорость атаки бестмастера, урон от венги, все это вместе позволяет собраться вместе под Владимиром. Я уже два раза что-то проговорился. И просто-напросто навязать какую-то свою игру, напасть первыми, да, убрать какого-то нежелаемого героя. Плюс, опять же, комбинация такая есть и не с Тосом, который где-то поможет и, наоборот, избавится от врага или, наоборот, позволит напасть первым. Та же самая венга, бестмастер с урором. Хотя, с другой стороны, вот этот вот ластпик МОД может быть и нацелен на попытки сэвить в таких моментах своих тиммейтов, да, вот Астралом. Может быть, может быть, кстати, в этом что-то есть и правда. Но, в общем, просто я к чему веду. К тому, что если сейчас какие-то гениальные лейнинги не произойдут, дальше реально для Empire of Hate будет все очень-очень легко и просто. Но посмотрим, потому что Хусик на лейнии, в принципе, может быть неплох при хорошей поддержке. Один на один он в целом неплох, но там уже 2-3-3 зависит, конечно же, от Сапа в первую очередь. В центре там уже Дваур развлекается, Дрим получает много урона с Иллюминейта, но, естественно, дальше его добить будет тяжеловато. Тамкар еле-еле живой уходит и сразу обмазывается всевозможными регенами. Но ему тяжело, очень тяжело. Да, мне, кстати, интересно, Бистмастер будет ли брать топоры. Я уже вижу, что, кстати, был сделан фраг. Это ФБ в исполнении лепошки команды Empire как раз умирает Хускар. Видно было, что он был при смерти. Да, мы уже как раз это и успели подзаметить. А тут произошел приятный момент для Луны, потому что ей не сбили Healing Self. Уже котел нормально замахивался, задувал, но в последний момент Дрим успел отойти в сторону и не получил такую приличную порцию урона. Так, пока из плюсов то, что, возможно, будет отличать эту игру с Аксом в исполнении Hippomaniacs от прошлой, то, что вроде Акс пользуется моментом, заходит за вышки, старается с крипами разбираться сразу, потому что там он, кажется, этого не делал, и вот это сыграет, может быть, роль в плане того, что будет быстрый даггер, что он там выберет ВГ, честно говоря, магии много, вполне себе так же, может быть, это будет худ, хотя такое редко очень бывает. И я к тому, что, может быть, Акс станет тем звеном, которое будет задавать темп игре? Может быть, может быть. Обычно эти Аксы так и делают, но вот у Hippomaniacs уже был один неприятный опыт с Аксом, например, вчера, он собирался не совсем стандартно, это был браслет и фейсбут, если я не ошибаюсь, и вот после этого он очень долго не мог выфармить блинг, он там дважды или трижды умирал до появления блинг даггера, и после этого все, вся игра посыпалась. Сейчас видим, что и по общей схеме, тогда он не уходил вообще фармить между башнями, сейчас он действует по стандартной нынче схеме, зашел между башнями фармить, быстрый вангвард, быстрый блинг, по идее, должен получиться, ну и тогда, да, тогда он должен успевать как-то в общий темп пытаться ломать вот этот мощный кулак от Empire Fate, потому что они как раз совсем-совсем скоро, там минут через 6-7 уже соберутся и пойдут ломать башню. Да, тут единственный вариант где-нибудь, чтобы Тинни подловил Акс, закинул подвышку на Луну, и они там что-то придумали немного, вот ему подпортили жизнь, но тут совсем траектории расхождения, такие огромные расхождения огромные. Пока вот нижняя линия, я не могу сказать, что она очень продуктивно проходит для ребят из Hippomaniax, а на топе умирает Акс, видимо, действительно была комбинация с Тосом подвышку. Да-да-да, прочитано, прочитано было все тобой, и правда, это сработало, это сработало так же, как работает сейчас верхняя, вернее, нижняя, нижняя, прошу прощения, линия у Fate или Hope, господи, вечно-вечно путаюсь. Очень круто стоит 40, уже было, как оговорено ранее, снимать, возможно, яд, и поэтому дазу не становится огромной проблемой, тем временем умирает котел. Также на топе фраг у нас был поделен между Тиней и Луной. Вот так вот здорово, причем в какой-то момент даже Саюша подумает, стоп, может быть тогда сместиться на другую линию. Вот только что был пинг, кажется, от года, и есть. Смотри-ка, Мепошка, 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 Мепошка успеет добежать, скорее всего, до святыни, но он уже, типа, добежал, причем ночью, и мы видим, Oracle чуточку быстрее оказался, у него там 353 скорость, но у Дазла, очевидно, чуточку меньше должна быть. Все, скрылся, Мепошка, ну, как раз с БЗЗ на двоих святыньку и раздеребанят сейчас. Честно, меня иногда вот это вот удивляет, когда саппорты все равно готовы потратить алтарь, ради того, чтобы свою жизнь спасти, но мне кажется, что где-то это гораздо больше пользы принести может после. Вот как сейчас, типа, три игрока пошли под алтарь, падригенились, и могут расходиться по своим лайнам, дальше заниматься тем, чем занимались до. Опять тос под вышку Акса, правда, хватит ли сейчас урона Балбиматун, и вот он, Эваланч от Тинни, и буквально последние два удара необходимо совершить, но Акс получает Бим и добивает его. Слушай, отлично сыграно, причем второй раз примерно по той же схеме было сыграно игроками Эмпайра. Да, 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 неплохо они тут этого Акса разворотили. И вот, это как раз то самое сбитие темпа, которое очень опасно для Акса в такой ситуации. Во-первых, вас будут давить, вы понимаете, что таймер тикает, время идет сейчас, вам нельзя ни в коем случае где-то облажаться. Акс умирает дважды, блинк откладывается на неопределенный срок. Обычно у него уже там под 60 крипстат, и он уже бегает практически, ну, с полным ангвардом, это 100%, и уже начиная там половину блинкдагера себе выфармливать. Там в 10-й минуте у него уже оба артефакта должны быть готовы. При идеальном раскладе, конечно. Ты знаешь, я ловлю себя на мысли, что обычно получается так, ну, мы глянем, что у нас будет с дазлами, и на дазл здесь убивают, фрагмин пошки достается. Ну, это конец. Суть в чем? Суть в том, что обычно, когда Акс уходит с линии, бегает за вышкой, там убивает крипов, за ним гоняется один из саппортов, второй герой, который остается с луной, он ему, ну, допустим, с вражеским корей, он ему что-то может противопоставить. Здесь же котел ловит бимы, один-два удара, и все. Он не жилец, и он не может противоборствовать. Его просто недостаточно. И это упущение уже со стороны хипомэникс, раз они не обзавелись подобным героем. Да, в итоге получается и снизу. Вот, да, зл очень сильно страдает от того, что, как мы уже говорили, да, урон очень хороший. У того же Оракла, он его постоянно спамом мучает. Так, Сиберлайт. Вроде бы крик неплохой, но этого хватит буквально на одну вертушку. Да, дальше с Аксом начинают уже разбираться. Ну, все, заворачивать этих ребят, это конец. Да, про Акса можно забыть. Седьмая минута, там только кольцо. Что у нас был? Фейт и дикт. Кускар ничем помочь не мог, подтянулся ОД, дал Сэнити Эклипс. В конце концов, Беза Зел били. Ну, такой лучик надежды приятный. В целом, да, еще и года подцепили. Тут комбо-вомбо. Ну, окей, хотя бы фраг сделать получилось. Я уже почему-то подумал, что это сейчас еще и сыграет злую шутку. Слушай, сейчас еще и Дазла попытаются убить. Его подзадержали. Забегает сейчас призрак Веншфул Спирит. Она реально забьет его сейчас руками. Не, ну это... Какой-то ты злой, это смеешься над бедным Дазлом. Я был к такому не готов. Я почему-то считал, что это вот... Проекция, она явно не столь опасна. Дазл, видимо, тоже так считал. Не, на самом деле, она сейчас очень опасна. И когда, особенно Веншфул Спирит ставит на кора, а в последнее время это практически всегда происходит, многие реально недооценивают. Ну, типа, как это иллюзия. И тут просто бах, бах, и у тебя просто гематомы за гематомой новые появляются. Очень-очень неприятно. Вызрослый молодой человек, да. Да, показывают нам сейчас коэффициенты. Они не шибко изменились с момента, наверное, вот старта карты. Ну, скажем так, они стали чуть более уверенными в пользу фейс. И, в общем-то, я согласен с тем, что они должны быть все более и более уверенными. Тут где-то 1.01 уже примерно должно быть, потому что пока тотальный разнос. Слушай, если акс еще до раза три крутанется... Ладно, два. Двух раз ему было достаточно. Там потом один топор, второй топор нагло уроняешь. Все, конец, ГГ. У тебя появляется быстрый блинг, и ты возвращаешься в эту игру. Нет, нет, такого не происходит. Три на десять. Да, общий разрыв в целом сократили. Там было три или... Ну, в районе трех тысяч, наверное, я замечал подобное число. Может быть, это из прошлой игры, конечно. Нет, тут еще стоит отметить то, что два кор-героя были синхронно убиты, и благодаря трем героям со стороны Empire снизу они получают возможность, видимо, справиться с два. Вот он реплей, напали на Хускара, и, к сожалению, здесь без вариантов. Ну, что так страшно в конце на Vengeful Spirit набросился. Но Oracle вот очень круто против Хусика в итоге работает. Мы понимаем, что он его и обезоружить может, вот во-первых, еще и Даззла убивают. Одея в невидимости бегает. Держись, Даззл. Ты, конечно, молодец. За тебя очень счастлив. А тут Сентрик стоит, видно было, где находится персонаж. Может быть, сейчас его удастся зацепить. Вообще рассчитывали на Бистана, БЗ был далековато, возможно, и в Урор. В случае доступности помог бы справиться здесь с Урлд Вауром. Эта птица бешеная тоже летает. И продолжается пуш. Вот. Идет уже атака. Собираются три этих аурных героя. Идет Луна, которая дает статы. Идет Бистмастер со скоростью атаки. Идет Веншфул Спирит, которая и броню понижает, и урон повышает своим. И что ты можешь сделать? Ну, есть котел. Благо, дело, да, котел вот таким нехитрым движением может сейчас как-то спамить. Но, если вдруг с котлом что-то случится, вот тут какая-то неприятность, несчастный случай. Да, на центре забирают от Урлд Ваура, минус Суприм, подъезжает Кускар. Он здесь оказывается, правда, при поддержке котла ставится ультимейт, но все успешно из него выбегают. И, к сожалению, ответных фрагов не получается совершить. И хипомейник все разбегаются прочь. Да, под этот ульт бы, конечно, в идеале Акса на врыве. Это было бы супер мощно, но Акс пока не может врываться в этом, и проблема улетает Саюш. Сбить телепорт ему нечем, сбить здоровье ему тоже нечем, только потом уже лошади проскакивают. Вангвард подоспел. 11-ая минута на исходе у Акса появляется Вангвард. То есть, блинкдаггер мы еще не увидим, ну, минуты 4, наверное, не меньше. Это при самых крутых раскладах. Понимаем, что там 2 200, это там 500 гпм у него должно быть. А это не кислый показатель, к слову. Я уже себя ловлю на мысль, что эту игру можно вот, типа, с нее сделать можно резку. Акс, 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 Акс. Кто у нас, центровая фигура, кто привлекает к себе внимание, и тот, от кого должна быть сейчас польза значимая довольно, расстраивает немного. И это так вот, если... Причем, видишь, у него сейчас в быстрых покупках фейзы стоят, но не получится. Просто штука в чем. У Хусика должна быть крутая страховка, когда он влетает. В идеале, конечно же, в идеальном мире. И, естественно, хочется видеть, как страховку не только ульт Котла, который потенциально туда забрасывается, да, и Хускар живет какое-то время, но еще и Акса, который будет просто вот живым щитом, который будет привлекать к себе какое-то внимание, урон вносить, там, людей добивать. А сейчас получается, что Хуск будет прыгать один на растерзание. Причем, посмотри, у него там шестой Нетворс, пятый. Да, пятый, шестой, они там вместе с Бестмастером делят это место. И это пока непозволительно мало. Да, плюс Эмпайр контролирует лес. Хипоманиакс, у них есть два замечательных варда, один за Т2В-шкой фактически находится. И пока их цель, правда, забрать Т1 на центре, что получается вполне успешно. И что это, попытка хорошо назабрать или здесь кто-то мог ошиваться. Просто, если так подумать, все вот эти вот ауры... Да, это попытка забрать Рошана в исполнении команды Эмпайр. Я вообще не вижу здесь никаких попыток даже, или хотя бы догадок, да, в исполнении Хипоманиакс о том, что происходит. И Вижена здесь толком даже не было. Вот Сентрик поставлен был, может быть, Ястреба Дазл заметил ли вражеский Сентри, но это ничего толком не дает. Да, там сейчас сам Ястреб заметил вражеский Сентри. И да, Рошан, кстати, падает достаточно уверенно. Ну, могли бы подраться, если бы... Был Акс Даггером. Да, да, именно так. Именно так. Элиминейтам чуть-чуть помогли, но ничего такого страшного не произошло. В любом случае, эгита достается имперцам и, в частности, Дриму. Вот такой вот поворот. Убили Рошана. Дальше... Дальше обжекти выполняют, они живышки. Ну, или просто пофармить пока немного. Манта Стая Луна, возможно, дофармит. Посчитает, что пока каких-то бесключевых артефактов рановато лезть на рожон. С другой стороны, это плюс для Хипоманиакс, потому что Акс все-таки свой Даггер, возможно, получит. И это сыграет, кстати, с Империей злую шутку. Ну вот, если поверить в чудо, что Даггер все же появится, и этот Даггер может решить исход драки. В общем, да, видишь, пока они не сильно-то и торопятся. При том, что сверху еще есть две башни. Вообще, они пока только две вышки снесли. При том, что мы пророчили, и в аналитике пророчили, да, какой-то там лютый снежный ком, который покатится там и будут налипать на него разные акции от Деваурера. Нет, этого пока не происходит. Не знаю. При том, что годного сопротивления, пожалуй, оказать не могут. Вероятно, вероятно, проблема все-таки в котле, который слишком хорош во время отспама. И если вы все силы концентрируете в одном месте, котлу слишком легко с этим бороться. Поэтому приходится вот как-то хитрить немного. И поэтому мы видим, только два героя пушат верхнюю линию, остальные где-то рассосались по карте. Да, преимуществов прежнему нету. Я вас слушаю, Роман. Это была самая беспалевная установка варда в истории человечества. Я просто беспалевней вообще никогда не видел. Ну, сейчас тебе вдвойне нет. Хорошо. Так, ну если про шпиона... Как это возможно? Это Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Мы заценили эту попытку, которая, к сожалению, провалилась. Суть в чем? Меня немного пугает потенциал героев, которые при появлении на стороне некоторых персонажей Empire BKB теряют свою актуальность. Ну вот, можно было бы, конечно, помыслить на темах Ускара, на темах того, что у него появятся алибарды и всякие прочие неприятные вещи, из-за которых с ним трудновато справиться будет быстро. Но, опять же, с его темпом нынешним это не так страшно, и не хочется брать это в расчет. С другой стороны, Луна очень усердно фармит, держит пока топом Торс, хоть и отставания не столь огромные. Но, то есть, нет такого, что, допустим, у Hippomanix есть Акс, и нечем им переответить. Я уже говорил про Вингу, про Бестмастер. Они тоже могут вполне успешно начать и сами просто решить свою проблему убийством именно Акса. Да, причем, они могут и от защиты играть в эти, имею в виду. У них и Орако очень хорошо будет работать. Бестмастер может оглушением, да, и в защитном плане тоже действовать. Так что, варианты есть. Но, пока мы видим, команды решили и правда удариться в фарм, даже несмотря на наличие гиды. И, в общем-то, я не знаю, насколько это решение можно назвать верным. Вроде как, по ощущениям, преимущество у Империи, но по факту мы видим, что по экономике все очень ровно, что там действительно вот этот Акс-Хусик потенциально могут быть очень опасны. Ну, пока мы этого Акса не видели. Да, зато я видел, что Тинни купил себе Блинк Даггер. Теперь это шанс забрать за комбок Котла или Дазла. Да, Котла можно сладить. И сразу сделать быстрый минус, после чего, естественно, получить немного уверенности в преимуществе численном. Пока подает и два, без вообще какой-либо обороны проходит процесс данный. Снизу, судя по всему, тоже вышка будет снесена. Ее снимает Безезе. Остается последний тавр на карте у Хиппоманиак, что опять удручает. Ну и что? Может быть, даже подход к ХГ, раз есть Эггис, просто вот у Луны проблемы со здоровьем, нужна помощь Оракла. И Пошка, естественно, сразу справляется. Сейчас Тинни, я вот не удивлюсь, если просто агрессивно сыграет, прыгнет на ХГ при наличии Вижны и сбросит кого-нибудь Тосом. Тут Котел попал по Крипчикам, да, но не попал при этом по другим целям. Что там случилось? Там с Крипом так Карри разобрался? Да-да-да. Так, ну вот, ну с ультимейт от Луны Эклипс уже был... Так, вот. Котла там спасали. По итогу, да, его пытался реанимировать Даззл, но вот здесь очень неплохая комбинация пошла. Правда, нужно еще дальше продолжать атаковать. Сбивает, наконец-то, Эгиду. Безезе по-прежнему жив. Наконец-то его распопал, аминал Сейберлайт. И Агр. Замечательный Агр. Оракл без своей ультимативной. Но не получается, не получается поубивать здесь героев Эмпайр. То есть парочку забрали, да, но главный, главный персонаж все-таки смог убежать. Это Дрим. За ним дальше, пожалуй, уже не угнаться. Луна сама по себе очень быстрая. Обзор у нее ночью очень хороший. Партизаны. У нас какая-то, какая-то шпионская сага. Вот, знаешь, здесь с этими нычками по лесам. Мипошку, конечно, уже не отпустят. Да, но я думаю, отрицать будет глупо, что все равно эта драка была проведена Империей. Очень даже в хорошем ключе. Они снесли Т-3 вышку. Они реализовали Эгис. Они убили двух кордероев. Один из которых потратил Бэйбэк. И как итог все равно это, ну, замечательный такой вот сценарий для Империи. Расстраиваться точно они не будут. По графикам это сильно не ударило. Снесенная башня открывает доступ к святыням. Следовательно, перед следующим Рошаном у них, по идее, должно быть какое-никакое новое преимущество. И опять же выкуп. Да, выкуп на Коре это реально очень больно. В битве на том же Рошане. То есть тут и святыня, и выкупы, и все вот это вместе. Мало при... О, Букля, привет. Ой, ну тут уже цифры совсем безумные. Про 1.1 как раз уже говорил еще там, да, пару минут назад. Но мы видим, что и правда кэфчики продолжают смещаться. Ой, там какие-то странные два полигона под крыльями у Букли. Ну что, парни не хотят сидеть сложа руки. Вот их попытка предпринять хоть что-то, да, под смоком выйти в лес. Саксом сейчас поймать, может быть, посчастливиться Луну. Но на карте мы, как бы имея вижен конкретно сил света, понимаем, что у них проблемы. Но они зашли в лес, оставили за собой два абсервера. Но противник находится немного дальше. Причем скан использован был в Империи. Теперь они сами знают, где их оппоненты находятся. И может быть... Хипоманиакс, в общем, все делают верно, кроме вот этого. Но, в общем, да, в общем, конечно, выход был правильный. То есть он должен был произойти. Но при этом это очень читаемое было действие, естественно. Фейт отреагировали хорошо. Ушли в нижнюю часть карты, верхнюю просканили. Количество обзора приятное. Приятное для Хипоманиакс. Вопрос только в том, как этот обзор будет им помогать в защите. Если сейчас вновь Имперцы начнут зажимать эти тиски. И ой-ой-ой-ой, как опасно сейчас все будет снизу. Там Котел пытается защищаться. Да, ставятся в ардик. Все это видят. Котел, ну тут свап пошел. Еще оглушение. Должны очень быстро его убивать. Глимер. Глимер. И Грейва. Да, 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 да. Он за дальностью действия Сентрика уже оказался в последний момент. Неплохая идея. Правда, очень неплохая. Реализация тоже была неплохой. Но не на 100%, скажем, исполнили. Да, на самом деле сейчас можно было таким образом начать хорошую драку. Сделать один фраг. Глядишь, что мне казалось бы Байбека, какой-нибудь другой герой подставился. Или в меньшинстве Хипомоникс не захотели бы бой этот принимать. И могли бы потерять сторону. Но пока обошлось. Здесь двух сторон можно было лишиться. Там ведь не забываем куча аур. И когда вы на базе теряете там двух-трех героев, например, то, да, эти ребятишки очень быстро с вами смогут совладать. Но в итоге идет демонтаж верхней святыни и подготовка к следующему Рошану. До него пока еще непонятно сколько. Таймер вот только-только первый рандомный еще откатывается. Я вот думаю, может быть, Хипомоникс просто начало игры проводит не совсем гладко. Вот именно в этом их проблема. Может быть, сейчас, спустя 10 еще плюс минут, если они продержатся на плаву, то они вот рассветут в полной красе. Может быть, это что-то в наших вот каких-то, я бы даже... В БКБхе. Вот все упрется в блэкинг бары. Как только появится БКБ на там двух-трех корах у Фейс, вот в этот момент можно будет писать ГГ. Клуна, Агр, Акса. Монтастейл особо не помог. Баттл Хангер и свап от Года. Будет лежить правда. Дрим сейчас котла, ультимейт и Кулингблайт от Акса. Есть фраг для Соберлайта. Возможно, это не конец. Здесь Год. И окружает его просто всей командой фактически. Да, вот он очередной астрал, и Год тут уходить не должен. Что ж, два фрага. Очень даже успешных два фрага, минус два кор героя. Да, да, сильные, сильные два убийства были сделаны. Ну вот, опять же, будь блэкинг бар на героя, все, ничего бы не произошло. ОД не выписал бы столько урона от Агр, Акса. Ну окей, ну Агриш, ну крутанулся ты два раза. Кто урон будет наносить? И в этом как раз главная проблема заключается. Мемный факт в том, что Луна использовала Монтастейл, таким образом увеличила количество источников, входящей атаки по Аксу, что увеличивает шансы на прок пассивной способности. Так что сам себя в такой момент... Не, ну я понимаю, что попытка задоджить где-то бывает. Да, ты рефлекторно иногда пытаешься это сделать, не задумываясь вот о таких последствиях, как вот сейчас. А потом просто бывает ошибка. Да, но опять это, грубо говоря, ничего не дало, причем ответный фраг был в исполнении Империи. Убили Хускара. Тут прям, прям Мипошка, видно, что-то заметила. Сиберлайт улетел. Да, Акс Фейзы, Даггер, Кримсон Гвард, Блэйд Милл в процессе сборки сейчас. Мипошка находит, находит этот вард. Гем появляется у котла. Вот такое интересное тоже наблюдение. Ну, конечно, это уже не тот котел, каким он был ранее. Я даже, честно говоря, соскучился за противостоянием Нейт Сталкера, котла. Вот редкие, но бывали матчи подобные. Я вообще соскучился немножко по Нейт Сталкеру. Он реально был таким интересным экшеновым героем. Он постоянно какую-то движуху на картиновой отдел. Так вот этот нынешний АОЕ Сайленс, который у него сейчас имеется... Но он имбуха. Я не знаю, почему вот не находится место. Он с Ларкой просто контрит на 99,9%. Сейчас может быть выход в блок от игроков. Хипа Мэнниксон, Outworld War, удается в ультимейт. Правда, пока забрать никого не получается. Гот битый, успевает отойти. Астрал был потрачен ультимейт от Луны. В итоге Грей вовремя кидает Дазл. Но Луна сама так же остается жить. Сиберлайт в безопасности, но теряет двух игроков команды Эмпайр. Врасплох застали сейчас Хиппоманиакс команду Фейт. Просто по той причине, что напали немножко с другой стороны. И реально были не готовы. Был не готов Оракл. То есть не был выстроен вот этот боевой строй. Выстроен строй, естественно. Да, но это и не та ситуация, когда преимущество, допустим, столь огромное, что ты просто не веришь в момент, когда твой противник может высунуться с хайграунда и дать бой вне его области. Да-да-да, отыгрывают Хиппоманиаксы, реально отыгрывают сейчас очень много денег. И в общем-то, если они будут продолжать в таком же духе работать, шансы у них по-прежнему остаются. Потому что Луна не то чтобы сильно далеко вырывалась вперед. Вернджер Фул Спирит и Бестмастер. Они не использовали свои основные преимущества на раннем этапе игры. Вот эти все ауры, жир. Все это не было слишком хорошо реализовано. Да, где-то были сломаны башни. Но в итоге Фейт, когда они просто... Я был поражен немножко тем, когда они убили Рошана и ничего не произошло после. Да, тут с миппошкой разбираются у него еще... А, ну это не конец, потому что год потратил свап, таким образом хотел отдать своего тиммейта, но получится, что... Сыпятся по одному тебе. Как все резко переворачивается. Слушай, я прям в восторге. И в восторге потому, что у нас появляется интрига. Это, пожалуй, первая игра за два дня, где у нас действительно наблюдается супер интрига. Да, и смотря Исфрок спаунит ДД и говорит, парни, забирайте Рошана. Вот вам Аэгис, отыгрывайте просто все и дайте зрителям интригу. Я вспомнил вот этот мем с Агутиным, где он бьет по красной кнопке вот это. ДД! И все, и сразу под Рошаном появляется ДД. Очень часто такое происходит, честно говоря. Прям еще и кор-герой какой-нибудь антимаг или па. Террор-блейд какой-то. Там 800 урона и поехали. Что, 2000 это уже не та цифра, на которую даже я бы стал обращать внимание. Но я на нее обратил внимание тем не менее. Вот так. Это ирония судьбы, да. 30 фрагов, 24 минуты. Довольно бодро. Уже, да. Мне это уже больше начинает нравиться. Веншфул Спирит полностью перестает быть кором. Котел начинает потихонечку становиться кором. И пока не появятся пачки блокинг-баров, Фейт не реально тяжело драться. Как раз за счет ОД, за счет ДВауэра. Да, именно это я хотел сказать. И Котла, конечно же, с его ультой. Ой, я слышу, там Акс кричит, злится на кого-то. И это Оракл, да, судя по тому, как у него здоровье сверху улетает. Теперь не улетает, но сейчас улетит. Да, он говорит, Олд Ворлд Вауэр, можешь подворовать у меня побольше интеллекта. Я не против. Да, да, да. Ну и тут просто взрыв. Видел я, что появляется БКБ у Луны. Я видел также, что Пускар закончил Алибарду. Я придумал. Короче, Оракл с Аганимом. Не вот эта вот чушь, которая сейчас у него есть. Нет, ладно, это было бы очень странно. Ну почему? Мысль можно закончить. Нет, нет, потом расскажу. А, это не для прямого эфира. Это не для прямого эфира. Это слишком глубоко, скажем так. Хорошо. Итак, какие варианты у Империи сейчас? Вот как выходить из этой ситуации? Просто продолжать фармить, собирать БКБ и действовать максимально осторожно, при этом стороняясь друг к другу, чтобы не возникала ситуация, где один герой подставляет другого. В первую очередь фармить БКБ. Без БКБ соваться не стоит. Определенно Хусик будет бессилен против Блэкинбара в какое-то время. И ОД. Это вот два главных товарища. Да, Акс будет агрить людей. Да, им будет не слишком приятно. Ага. Ага. Очень миленько. Очень миленькие вещи происходят. Кстати, ОД потратил сейчас. Рор, котел поймал. Ну сразу же подсейл ультимейт тратит Луна. Слушай, не успевает отреагировать Даззл. Вообще ничего не успевает сделать. Паверну, котел автоверны, есть два бейбека. Луна, правда, потратила БКБ. Здесь, наверное, речь не идет о сносе стороны. Просто-напросто Эмпайр отойдут, опять же, выбив два бейбека. Да. Что? Все. Выдевает в нас, ничего не происходило. Тут просто Луна заходит на ноге, начинает ломать Т3. Ой, не Т3, а казармы. И выбивает два бейбека в итоге. Изначально хотел сказать, что будь БЗ чуточку более бдительный или, не знаю, какое слово подобрать в плане альтернативы. То есть он бы сразу мог Рорзо пулить в ОД и с ним бы разобрались первым образом. Но первым делом. Но тем не менее, ультимейта Луны хватило, ОД отправили в таверну, просто выбили из него бейбек. Может быть, даже лучше, если получилось. Причем да, причем в Даззл там то ли Бимов залетело слишком много, но он реально не успел отреагировать или там Бестмастер его как-то оттолкнуло. Не успела на это обратить внимание. Я к тому, что Грейвы. Грейвов не последовало и люди там начали умирать. Меня больше удивило то, как Луна просто зашла на хайграунд, включила умом и начала бить. Это всех удивило, я тебе так скажу. Представь, хиппоманиакс, они сидят такие, готовятся к драке и тут просто начинает гореть базу. Что? Типа у нас Аегис, у нас сыр есть на героя, у нас все замечательно. Как это вот можно объяснить по-нормальному? Что это Луна себе позволяет, я бы так сказал. Да, ну сейчас целью должно быть как раз ее поймать где-то вот, выловить, лишить кор героя в идеале без бейбека и попробовать с Мим приблизиться. Ну не то чтобы к хайграунду, хотя бы к одной из Т2 вышек, не знаю. Потому что я не могу вот сейчас вспомнить, когда я видел, как хиппоманиакс, ну вот за последние там не знаю минут 5 или 10, пытались вообще перешагнуть свою часть карты. Ну понимаешь, даже при том, что Империя впереди были далеко там вот буквально единожды, когда там у них в районе 6 тысяч было перефарма, но практически всегда они действовали с позиции силы. Постоянные какие-то выходы, поджимы, очень много агрессивных вардов. Притом, хиппоманиакс тогда совершили вылазку в смоке, расставили тоже агрессивные варды, но после этого опять были зажаты у себя на базе. И в итоге эти варды, ну информации так много не давали перемещения. Они знали, конечно, что враг не у себя наполовине, но от этого легче не становилось. Потому что над своей контролем не было никакого. Да, вот я пику закончу. То есть можно будет на дистанции где-то с героями разбираться, можно будет не вступать в какой-то тесный контакт с персонажами противника, что тоже приятно, довольно. Плюс поплотнее немного стал за счет Драгон Лэнса в составе данного. Хиппоманиакс выходит. Выходит сейчас, они видят Веншфол Спирит в центре. Да, и на нее сразу же набрасываются. Там через Блэйд Мэйл, все вот эти вещи. Но... О, тут Бисмастер со стороны. Вот это уже очень приятно, потому что Акса это позволит, скорее всего, забрать. Да, очень быстро сдувается Дазл. И врывается Хусик тем временем, но Хусик уже, наверное, ему ничего не поможет. Так, был съеден сыр, причем котел после байбека умер. Это проблема, а Эмпайр никого не потеряли. Битый очень. Хускар сейчас шанс есть выбить Сневайдис. Вот его первая смерть. При том, что Суприм уже потратил... Ааа, куда ты? Куда ты полетел? Дазл! Это все тини, коварные тини. Саюш отлично отработал. Да, Хуск вроде бы всех разбросал, но сейчас закончится действие Иннерфайра. Может быть и нападут дальше. Слушай, ресурсы выбивают. Эта имперция колоссальное количество, а тут тини остается. Он один, один здесь, один неошенник. Бросается Деваурерами, пытается кататься на Форстафе. Не доломал одну ветку, помогает ему ломать эту ветку Бистмастер. Но дальше все. Дальше ничего не происходит хорошего для Империи. Но мне показалось, что в этом моменте, когда был отличный байт на тини, могли бы тиммейты рядом находиться и, возможно, даже продолжить драку. Я просто видел, что Готт вообще упетлял куда-то в другую часть карты. Луна последовала за ним. Ну, то есть, понятное дело, что есть капитан, есть координация, есть колы, которые воспринимаются всерьез. И вот уже было решено забить на эту идею. Опять же, все у нас не то, чтобы медленно, точнее, не то, чтобы плавно, но подходит к следующему Рошану. То есть, вот он выбит только что наглядно. И к этому Рошану все подходит очень плачевно, потому что выбиты опять пачки просто выкупов. Четыре героя из пяти выкупы свои использовали. Да, только Хусик еще остается в активе с резервом. Это может позволить сейчас Фейт сломать нижнюю сторону. Не так сильно опасаясь. Да, котла быстренько сбривают. Опять же, байбек у него не был доступен. Падает быстро счет Глэвов и второй Барак Мили. Все, свою задачу Эмпайр выполнили. Так они, мне кажется, и в центре сейчас могут так же напасть. Плюс огромное обилие крипов и те же Иллюзионы. Их просто можно отравить на Акса, не дать ему использовать блинг. Все, у него заканчиваются варианты. Да, 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 да. Форставчик еще нарисовался на Бистмастере. Это сильно, наверное, ничего не изменит. Вообще, Форставы очень крутая штука. Очень крутое решение против котла. Когда вы просто не можете вырваться порой из этого плена. Вы не можете оторвать взгляд от этого прекрасного круглого нечета. И да, только Форставы вас в итоге спасают. Притом, ты можешь спасать не себя лично в первую очередь, а именно своих товарищей, которые угодили в этот плен. Скажем так, была бы интрига, если бы все еще находились некоторые внешние товары у Хипоманиакс. Но сейчас одна прыганная драка плюс отсутствие байбеков может сказаться просто вот на игре кардинально. Ну, им нужна теория идеального замеса. Когда Акс прыгает в толпу, эту толпу накрывает ОД. В эту толпу влетает еще и ульт Погодика. Но это герой с выкупом. Да, да, все верно. Поэтому ничего страшного. Блэкинг Барн и Авеншфул Спирит прожат. Дазл, Дазл взвешает Грейв и отлетает. Акс, отличный шанс прыгнуть в толпу героев, но он не решается. В итоге ловит Рорад Бистмастера на хайграунде. Окей, его сейвит Форстаффом. Потягивается Луна под БКБ с ультимейтом. Блэйд Мэл не страшен абсолютно Дриму, но под сейв Астралом сыграет ли роль ключевую? Али Барда, манта стояла. Ультимейт Котла сжат. Дрим очень далеко от своей команды. В итоге Сонтикер утирает его сейчас ОД. Лезут имперцы. Им необходимо отступить сейчас, потому что они уже имеют численное преимущество. Необходимо его грамотно реализовать. Идет дальше Хусик. Хочет догнать еще Мипошку. Дополнительного обзора там нет никакого. Суприм забегает на ноге. Он же там еще с Яшей Каи. Да, очень быстрый такой Деваурер. Почти 500 скорости. А как думаешь, будь у Луны Бэйбэк, стал бы его Дрим тратить, команда попробовала реализовать свое численное преимущество и попробовала снести хотя бы стороны все? Это теоретически было возможно, конечно. И, скорее всего, даже логично. Потому что он весь в курсе, что четырех выкупов нет у врага. Но, не знаю, не знаю. Я бы сыграл чуть более надежно. Выше? А, нет, Т2 снизу есть. Но это вот, типа, вариант, я к которому веду, чтобы как можно быстрее добраться до хайграунда противника. То есть Луна топать будет. Сама по себе она довольно шустрый герой. И плюс, кстати, интересно было бы глянуть, что у него на 15-м уровне за талант был взят МС Ли. Вообще, меня немного уделяет то, что... Точнее, как переработаны были таланты. Но вот раньше у меня немного по-другому воспринималось Луна. Бывают на ветках такие таланты, которые... Типа бесполезные, ты имеешь в виду? Да, нежелаемые. Не тот, не этот. Надо на инвокера посмотреть, особенно на старую его версию. Там просто до 15-го уровня вообще таланты не брали. Вот, 14-й, 15-й. И то только ради того, чтобы взять на 15-м плюс одного форгида. Все остальное было просто... Там что-то 15 урона или 35 здоровья. Вот, знаете, что-то вот в таком духе. Поэтому я обычно смотрю на Грегорию. Так, ну вот парень без талантов. И это воспринимается двулико... Или двухсмысленно. ОД успевает нажать БКБ после рора. Но спасет ли он жизнь? У него блинг через секунду должен улететь. Птица только-только сейчас отправляется на разведку. Разведала, что ОД улетел. Ну и тут вроде как 30 секунд коллдау на байбеке, но денег нет. И опять же, шанс для Империи заехать на ХГ. Что, топ подпушен. Нижняя линия более-менее. Центр сейчас будет также продавлен Империей. В итоге по всем фронтам ситуация вполне хороша. Да, Рошан там минутки через полторы, наверное. И до этого Рошана будет драка, скорее всего. Да, забегает Акс. Сразу же нападает на Луну. Слушай, а если убить ее до этого включенного Блэкингбара? Нет, пока что не убивает. БКБ нажимается. А дальше сразу же проблемы. Уже Хусик едва и два живой отступает. За ним гонится Гот. Гуд еще и пододвинул поближе котел. Ну правильно, чтобы неповадно было Сергею. Акс отличный врыв по двоим. Но команда, где команда, помогать не пытается. В итоге прыгает Хускар, тратит ультимейт. Прыгает на тени. Есть Даззл с Аксом. Поддержка в итоге теряется. Юша Байбок немедленно на тени в игру. Сразу же телепорты. Сразу же телепорты под фонтан. Да, там уже горит центральная линия. Суприм пока что пытается еще помочь немного в центре. Аксевич тут на месте. Готов ловить поворот. Правильно. Прочитано было передвижение этой венги. Еще там пробки какие-то. Ну, в общем-то, с Венжи Фулл Спирит совладали. И при этом... А верха нет? Да. Детри вышки нет. Барака нет. Сторона потеряна. Тоже вариант. Но, честно, я в таких моментах предпочитаю все же... А, Хускар, сто секунд. О, а Курьера потеряли. Хусика потеряли. А в Курьере Кираса была. Как неприятно. О, да. Он без БКБ. Нужно помнить. Хотя нет, у него уже откатился. Вот, вот. Очень давно Аксу Агар поймали Уну. Хватает урона. И это очень ценное убийство. Да, выкупы, выкупы. Главная проблема сейчас не выбить. Потому что глубоко находятся все линии от Пушина. Все линии под базой Охипом Мэнниакс. Ржан, Ржан есть! Да, но не хватит урона, чтобы с ним разобраться. Да, Курьер нужен. Ну, может быть, можно попробовать к нему подойти. И, возможно, кто-то потратит боевэк. Но я боюсь, что до появления года 20 секунд. А Луна тратит свой боевэк, не станет. И, к сожалению, здесь опять не выиграть в этой ситуации. Да и линии все запушены. Нужно сначала их оттолкнуть. Потом только идти на Тлорошана. Все очень-очень грустно для Хипом Мэнниакс. Пытаются, но этого пока просто недостаточно. Нужен еще какой-то контроль. Хекс на том же Деваурере. Он пока берет себе Шива с Гарта, если я не ошибаюсь. Вообще, мне не нравится Шива. По сравнению с Хексом у тебя есть Хекс или Шива, Шива или Хекс. Интеллекта там плюс-минус столько же. Да, прочность, конечно, немного отличается, которую артефакт дает. Но, черт побери, это же Хекс. Типа поймать сразу героя, не дать ему ничего нажать. Да, тем более у него уже блинк есть. То есть ты через блинк влетаешь и сразу же разваливаешь кому-то кабину. Ну, может быть, опирается на то, что стадии игры позднее. Уже герои по одному не бегают. Постоянно где-то под боком находятся та же венга, которая свапнуть может. Не дать нажать там БКБ какое-то. Кстати, там БЗЗ сейчас бегает, сплитпушит. Опа, топоры вылетели из темноты. Опа, вот, а был бы Хекс. Ну, ладно, там... А, там Мипошка подходит, кстати, кстати. Да, он просто мог задезармить сейчас ОД, хотя БЗЗ решает потратить рор, вызывает некрономиконов, при этом сразу же их вводит, потому что они просто будут потеряны. Но у Суприма другая цель. Возможно, добить Мипошку, но угадает ли он свое местоположение, когда они сталкиваются. Просто вот попытка спрятаться. Эть, эть, эть! Музыка из Бенни Хилла. Да, 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 но там тычка уже успела полететь. А, приятная новость для ОД в таких побегушках... Погоди-ка, а-а-ак! Вот те лишние два шага! Зачем? Ладно. Так вот, приятный момент для ОД в таком эпизоде, что он уже взял 25 уровень, у него уже есть талант на дополнительную минуту интеллекта, и вот эти все там подрался, там подрался, там подрался, в итоге придут к тому, что на Рошана он прилетит, у него плюс 80 тинты, и он большой молодец. Да, но сейчас вот все команды будут в обеих составах, в целостных составах скорее. Неплохо. И они просто-напросто будут тусоваться у Рошпита, и кто же из них первый начнет? Хотя... Там Акс первый начинает. Это иллюзия, ответ, свап, ультимейт от Луны, Акса поймали, сейвить некому, да, злорядом нет, уйти не помогает, раз кастом минус, тот Саберлайт. Тот неловкий момент, когда ворвался в иллюзию на 38-й минуте. Тот неловкий момент, когда я уже вижу третий подобный врыв в иллюзию в этой игре в исполнении команды Hippomaniacs. Они очень хотят убивать людей, но очень часто эти люди не люди. Так, от Лау, тимейт подтягивается Хускар, вынуждает Вингу потратить БКБ, с БЗЗ должны разобраться в любом случае. Слушай, а ОД разгоняется, я так ничего не хочу сказать. Луна заходит в спину под БКБ, разбирается Хускар, убивает котла, у обеих героев ББК нету, также падает в таверну Даззл. Ну что у нас есть? Сейчас сгорит. Ну, фаус-промис от Оракла пошел, и в итоге Луна готова драться. Правда, далековато оказывается ОД, тосает его прямо на своих тиммейтов тине, но почему-то поддержки должной не получает. Да, Луна, Луна выживает. ОД мрет две минуты без него, но это единственный герой, у которого был выкуп. Вот будь, будь просто Санит Эклипс на Дваурере. У него там так много было интеллекта краденов, он бы так вжарил. Ну вот это, знаешь, если бы там у бабушки был кадык, она была бы дедушкой. Дальше ОД дерется с тинником, союж пока без маны. Ну, просто сторона сейчас будет падать, вот в чем главная проблема. Да, плюс БЗ, такой проныра уже оказался на ХГ еще. Вот драка толком не успела закончиться, он уже центральную сторону пытался нести. Ну, естественно, здесь свои команды следили. Повелся еще один байбэк на Даззле, он, естественно, его сразу же потратил. Втроем, может быть, чуть полегче. Но, блин, не знаю. Последний барак до мега-крипов. Да, конечно, защита, защита это казарная. Что, прыжок от Биста, Рор на Outworld D'Aura. Помощь нужна от команды, правда, Акс Агра заставляет Луна именно его бить, а не ОД. Грейв, Адаззл, вход пошел. Пошли у нас пики. Астрал. Астрал на последнем пикселе здоровья. Он туда залетает, ветка, ветка прямо в Астрал. Прямо на выходе из здания, просто в шлагбаум езжает. Это Outworld Devourer, GG, команда Empire Fate одерживает победу в этой игре. Знаешь, я, скажем, приятно удивлен тем, что нам показали Hippomaniacs, просто потому, что я от них вообще не ожидал никакой прыти, а здесь они даже временем показывали наличие идеи. Игорь Негода.